санкции 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 импортозамещение это зараза добралась и до сбера сальфы вот так вот так супер конкурентное преимущество тинькова клюет мой башев азот я снова говорю о крупных продуктовых ритейлерах привет сегодня я расскажу тебе как не потерять деньги при переходе к новому брокеру а также как хорошенечко навариться на капроновых изделиях покажу тебе компанию который ничем не уступает магниту а также подарю тебе подарочек расскажу о компании акции которой наверняка скоро появится на мосбирже это market power заваривай кофеек бери финики устраивайся поудобнее и погнали в 2021 году вакцина стала самым популярным словом россии но думаю в 2022 пальму первенства уже перехватили санкции 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 втб и открытие уже перенесли иностранные акции своих клиентов к другим российским брокерам а на прошлой неделе это зараза добралась и до сбера сальфы но сомневаюсь что для них это стал шоком но согласись если неподалеку пикничок и твой друг уже пропах дымком костра то и до тебя скоро доберется особенно когда ветер фигачит в твою сторону в связи с этим хочу тебя предупредить после того как твои акции попадут к другому брокеру и ты допустим захочешь их продать обязательно перед этим возьми что-нибудь в руку и вот так вот так вот так нахреначься по пальцам не надо спешить ты чё не надо сначала убедись что новый брокер правильно учитывает цену приобретенных тобой бумаг не ожидал подвоха а вот смотри может случиться так что у твоего нового брокера не окажется информации о цене покупки и тогда он автоматически посчитает что акция тебе досталось за 0 рублей в этом случае ты жестко попадешь на бабки и вот почему представь что ты продаешь акцию за 1000 рублей представил из этой суммы тебе придется отстегнуть государству 130 рублей потому что 13 процентный налог на прибыль никто не отменял не а потом ты конечно сможешь их вернуть всего ты соберешь нужные документы подашь их в налоговую потратив миллиарды нервных клеток и дождавшись следующего года да понятно что тебе это нафиг не нужно поэтому вот тебе инструкция надеваешь свой лучший костюм берешь телефон и звонишь своему брокеру намасте просветленный передал ли тебе мой старый брокер альфа если что эта инструкция не только для клиентов альфа передал ли тебе мой старый брокер альфа отчет за весь период с момента приобретения акции до момента их перевода а что насчет выписки из депозитария за весь период с момента приобретения до перевода с указанием входящих и исходящих остатков я не говорю что твой новый брокер хочет тебя кинуть просто откуда ему знать по какой цене ты там свои бумажки покупал может конечно альфа уже подсуетилась и предоставила твоему новому другу не только твои акции но и весь набор документов а может быть и нет в таком случае срочно телепортируйся в ближайшее отделение своего старого брокера соберешь все нужные документы вручную и сам передашь их новому другу чтобы избежать головной боли и лишних трат ну ладно с костюмом я переборщил можешь идти в обычной одежде все-таки согласись моя идея закупиться производителями удобрений была идеальной акрон фосагра что за прелесть что это клюет 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 так малышка ну-ка покажись кто ты тут такая куйбышев азот вот тебя то нам и не хватало его акции ты можешь смело положить в свой портфель вообще куйбышев азот это не только производитель удобрений да если честно удобрение это лишь половина его выручки компания занимает первое место по производству капролоктама что? не знаешь что это? это химическое вещество вот с такой формулой из него получает полимер полиамид 6 а уже из этого полимера производят капроновые нитки лески струны разные ковровые покрытия упаковочную пленку укрепляющий корт для автомобильных шин комплектующие для авто и медицинские протезы компания безусловный монополист ведь производит весь капрон который есть в России и российскому рынку этой продукции хватает с избытком далее 70% выручки от продажи капролоктама и капрона компания получает от экспорта и кайф в том что большая часть экспортных стран находится в Азии и даже если Европа запретит поставки капролоктама из России компания переориентирует эту долю экспорта либо на Азию либо на внутренний рынок но ведь внутреннему рынку больше не нужно сказал я пару минут назад да это правда на текущий момент а теперь думай про будущее держа в голове слово импортозамещение есть вероятность что санкции станут толчком для российской легкой промышленности какой-нибудь ивановский трикотаж возьмет да и увеличит производство значит ему понадобится еще больше капрона а куйбышев азот тут как тут акции компании в первый день торгов на ажиотаже взлетели на 40% дальше произошел откат и сейчас по ПНЕ компания стоит капец как дешево за эту цену мы получаем акции крупного производителя азотных удобрений которые имеют доступ к дешевому газу получаем крупнейшего производителя капролоктама и получаем непоколебимые позиции на рынке в обоих сегментах как тебе такое а? можно вечно смотреть за тем как горит огонь как течет вода и как компания перекладывает груз высокой инфляции на плечи потребителей особого лоска этому придает то что часто потребители этого совсем не замечают да, да, черт подери я снова говорю о крупных продуктовых ритейлерах магнит мы уже обсудили теперь очередь еще одного российского гиганта X5 это четыре формата магазинов первый гипермаркеты карусель от которых X5 сейчас активно избавляется их осталось немного всего 33 второй супермаркеты перекресток магазины рассчитаны на доходы покупателей уровня средний плюс здесь уже число внушительное в районе 1000 штук они дают 15% выручки X5 третий магазины у дома пятерочка ключевой формат компании который приносит 80% выручки X5 пятерочка это не просто флот из 18000 магазинов это прямой конкурент магнита причем визуально более приятный особенно в обновленной версии третий жесткие дискаунтеры чижек рассчитаны на категорию покупателей с низкими доходами пока что это новый формат для компании открыто всего 70 магазинов но вероятно он станет сильной точкой роста для компании окей с форматами разобрались но уверен тебе интересно чем еще X5 отличается от магнита в компании раньше магниты и всех прочих поняли перспективы продажи и доставки продуктов онлайн а потому диджитал направление у них очень сильное X5 долгое время год от года обгонял магнит по сопоставимым продажам вплоть до 2020 когда магниту наконец удалось обойти конкурента но пара лет лидерства в гонке длиною в жизнь это приятно но не более каких-то явных преимуществ у этих двух ритейлеров друг перед другом сейчас нет это вопрос из разряда а кто выиграет в битве Романа Пантюхина с Романом Пантюхиным ну конечно же Роман Пантюхин эти компании примерно сопоставимы просто исторически развивались по-разному поэтому X5 сильнее в Москве и в Питере а магнит рулит в регионах поэтому средний чек у него ниже чем у X5 при этом пятерочка безусловный лидер магазинов у дома по лояльности клиентов да и к тому же дешевле чем в пятерочке за едой на районе уже некуда идти ну пока у тебя не открылся чижик или какой-нибудь другой жесткий дискаунтер кроме того благодаря своему масштабу X5 прогибает поставщиков на скидке поэтому закупочные цены у компании лучшие на рынке плюс плотное логистическое покрытие у компании четыре с половиной тысячи грузовиков которые непрерывно курсируют между магазинами и распределительными центрами по всей стране а центров аж 47 правда головная компания зарегистрирована в Нидерландах что сулит проблемы по выплате дивидендов но как я уже говорил как только головную компанию перенесут в Россию все будет круто короче что мы имеем в итоге акции X5 стоят дешево компания прямой бенефициар высокой инфляции основа ее бизнеса непоколебима дешевые магазины всегда будут пользоваться спросом единственное явное отличие от магнита это цена акций X5 по мультипликаторам всегда торговался дороже за счет более теплого отношения инвесторов из-за стабильного роста корпоративного управления и передовых практик в общем скажу откровенно компания мне нравится да и магнит тоже короче это тот самый случай когда перед тобой две компании одинаково достойны уважения кстати появился третий выпуск комикса маркет пауэр крутейший материал чтобы разобраться в компаниях и отраслях часть комиксов я писал лично так что крайне рекомендую ссылка в описании посмотри обязательно ладно редко все таки в нашей жизни встречаются ситуации когда быть белой вороной вполне себе норм Тинькофф один из немногих банков который пока что под жесткие санкции не попал но интересен он не этим а своей гениальной бизнес модели сейчас о ней поговорим но для начала кое-что зафиксируем у любого банка есть два типа доходов процентный и комиссионный в первом случае банк привлекает средства через депозиты а потом выдает на них кредиты при этом процент по кредиту всегда выше чем по депозиту вот на эту разницу банк и живет ну это так максимально упрощенно во втором случае он зарабатывает деньги на брокерских комиссиях комиссиях за эквайринг переводах денег и так далее в общем Тинькофф абсолютно точно не может тягаться с мастодонтами рынка в плане выгодности условий по классическим банковским продуктам ну это правда ну что уж там говорю как есть предложить тебе сверх выгодные условия по кредиту как сбер он явно не сможет потому что не имеет такого дешевого финансирования но кого это парит когда перед тобой такой удобный банк это супер конкурентное преимущество Тинькоффа люди настолько любят сервисы Олега что готовы платить больше за свой комфорт вот возьмем брокерское приложение спорим оно у тебя есть окей может не у тебя но у твоего близкого друга точно а теперь скажи почему ты им пользуешься правильно потому что это удобно а ты задумывался о его комиссиях думаю вряд ли а между тем комиссии за куплю продажу акций у Тинькоффа выше в несколько раз чем у других брокеров но опять же кого это парят тем более это все равно не критичные цифры все эти удобства выливаются в миллионы розничных клиентов которые приносят Тинькоффу бабки с помощью комиссий где банк не несет никакого риска и это офигенно когда ты выдаешь кредит всегда есть риск что тебе не вернут бабки а когда ты строишь банковский бизнес вокруг комиссионной модели ты просто получаешь баблосики за свой сервис но есть нюанс если ты посмотришь на мультипликаторы то увидишь что Тинькофф по всем параметрам стоит дороже чем тот же Сбер справедливо ли это? с одной стороны да все таки Тинькофф это финтех это быстро растущий бизнес это комиссионный бизнес это модный бизнес с другой стороны как и для многих банков сейчас риск остаться без прибыли в этом году достаточно большой плюс если санкции против Тинькоффа все же введут его акции рухнут еще хорошенько так рухнут в общем как старый консерватор я предпочитаю менее модные бизнесы да подешевле но если ты предпочтешь Тинькофф осуждать не стану есть у меня для тебя сюрприз вообще их много на разных площадках но именно этот просто крышесносный давай по порядку значит есть такая компания Евраз это один из крупнейших российских металлургов и лидер по производству рельсов более того в России Евраз еще и крупнейший производитель металлургического угля благодаря тому что ему принадлежит 90% компании Распадская о которой я уже рассказывал Евраз полностью обеспечивает себя углем и железной рудой и этого добра у него так до хрена что излишки угля продаются в Китай а излишки железной руды российским металлургам которые сами закрыть свои потребности в сырье не могут так в чем же сюрприз спросишь ты ну ты погоди погоди я тебя к нему постепенно подвожу 97% рельсов в России производит именно Евраз и конкуренции в этом сегменте у него ни с кем нет да даже если завтра металлурги экспортеры переведут все свои продажи на внутренний рынок Евразу будет вообще по барабану у компании есть активы в США и Канаде и этот североамериканский сегмент приносит ей 20% выручки ого казалось бы очень жалко терять такой актив из-за геополитики вот только прибыль у этой североамериканской дочки около нуля а продажи на европейский рынок всего 7% выручки евраза да их скорее всего придется переориентировать на страны Азии ну блин 7% это вообще не так много согласись в общем что мне нравится в этой истории так это то что основу экспорта составляет СНГ и Китай какие бы санкции не ввели экспортные продажи на этот рынок все равно сохранятся есть тут правда один неприятный момент но ты уже знаешь что и он не страшен над евразом как и над многими другими компаниями сейчас висит риск технического дефолта по валютным облигациям компании тупо не могут отправить бабки инвесторам из-за санкций в общем если в конце концов евраз не расплатится по внешним долгам полагаю заводы в Северной Америке могут пойти в счет его погашения ну и ладно здесь бояться нечего ведь зачем компании активы которые приносят мизерную прибыль а короче нормальная компания а не рассказывал я о ней раньше потому что акции евраза всегда торговались только в Лондоне их никогда не было на Мосбирже и купить ты их не сможешь вот это сюрприз да не не вот сейчас как раз момент сюрприза я провел собственное расследование Ватсон и спешу поделиться результатами из-за санкций листинг евраза в Лондоне приостановлен значит сейчас этот гигант будет скорее всего регистрировать головную компанию на территории России матушки как когда-то сделал Русал а затем прочувствую момент логичным шагом станет листинг на Мосбирже а так как ты смотришь маркет пауэр то готов к появлению евраза на бирже лучше остальных да это случится не завтра для регистрации новой компании проведения листинга могут потребоваться месяцы но часики то уже тикают и может быть мы увидим акции евраза на московской бирже уже в этом году поэтому внимательно следи за новостями и будь готов принимать верные решения это был маркет пауэр твой проводник в мире инвестиций подписывайся, ставь лайки и богатей пока 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 пока